Сегодня у нас неделя прошла после операции, 9 дней, 10 дней. Операция была по неделю. Как самочувствовались? Честно сказать, нормально. Что вы кушаете? Поначалу я кушал специальной смеси. По чуть-чуть, 2-3 глоточка маленькие, потом 10-15 минут отдохни. Но я так это не выполнял. А вчера мне принесли бульон и вот эту смесь. А сегодня с утра кашку принесли. Я ее скушал всю, правда. И в обед 2 суток. Я хочу напомнить, что мы оперировали по поводу заболевания желудка, которое располагалось в верхнем отделе желудка, в зоне перехода пищевода в желудок. Поэтому нам пришлось выполнить довольно объемную операцию, удалить весь желудок и часть пищевода. И, в общем-то, Анатолий Иванович нас не подвел. Восстанавливается быстро, стремительно и хорошо. Расскажите коротко, ну так, лаконично, всю свою историю заболевания. Вы приехали в Петербург откуда? В феврале прошлого года я приехал, ну, дочка у меня здесь живет. Я приехал до дочки сделать документы. Паспорт российский получил. Вот из Барюка это? Да. Барил парень. Это же нас примерно неотечено. И я тогда еще я кушку жесткую пищу, все это у меня нормально все проходило. Это я в марте, это число, наверное, 20-го я уехал. Дома все нормально. И в итоге, в марте, апреле, в мае, я начал чувствовать как-то вот оно здесь… Боли в пояснице? Не, не боли, а вот кол какой-то, как вроде я чувствовал, что у меня пища не проходит. Ну, естественно, вот этот вот рефлекс выплевывал вот это все. Ну, ходил до них, потом перешел на манную кашу, честно сказать. Когда я ее ел и утром видил. А когда вы узнали про диагноз? Вот. И пошел я в поликлинику у себя там. Ну, меня направили вот это вот. В Касловскопеев. Да. А вот там у себя там, в Петербурге или в Мариуполе? В Мариуполе еще там, да. Ну, у меня в документах это все лежит, вот две бумажки. Там мне вот это сделали, и вот у меня сам врач говорит, у вас… вот это он нарисовал вот эту всю картинку. В итоге, говорит, у вас, говорит, вот сужение, говорит, вот это лекарствовым средствам, это не поддается. Только надо оперироваться. Ну, естественно, я возвращаюсь от него в поликлинику, там меня принимают. Она посмотрела, ой, ай, давай. А там у нас в районе там палатки стоят, российские врачи наши, на УЗИ. Мне без очереди, она там терапевт написала, без очереди, тогда он посмотрел все. Сделали мне этот УЗИ полностью. Я к врачу возвращаюсь, она меня направляет к онкологу. К онкологу целая проблема. Я дождался очереди, говорит, талончика. Прихожу в этот день на прием, а они переезжают там в Новый Комплекс. Говорит, переходите здесь в день. А тут мне зять звонит, говорит, билет есть на Питер, говорит, к нам ездят. Я туда первого числа, я выехал сюда. В общем, Анатолий Иванович приехал в Петербург, попал в наш медицинский институт Березина. Очень хороший, честно скажу, ни одного минуса я не нашел. Да, в рамках работы фонда имени Березина была оказана полностью комплексная помощь. Неоревантная химиотерапия, сейчас проектировали. Еще мы это закрепим, еще лекарственное лечение. У нас пришли очень хорошие результаты гистологического исследования удаленного препарата. Там существенное уменьшение агрессивности опухоли и его размеров. Полностью ушли изменения в гинфоузлах. Поэтому перспектива долгой и счастливой жизни очень хорошая. Вот это меня обрадовали. Анатолий Иванович, я вас поздравляю. Для врача тоже очень большая радость, когда все такое благополучно и успешно. Как сейчас с питанием это все? Будет несколько измененный режим питания. Потому что желудка нет, сразу пищевой переход в тонкую кишку. Нужно будет питаться чаще, меньшими порциями. Поначалу кашицеобразной пищей, пюре, супы. А потом со временем, в течение 2-3 месяцев, вы привыкнете к тому, что сможете кушать обычную еду. Просто чуть больше будете прожевывать его, и больше обрабатывать, чуть меднее есть. В общем-то, мало чем жить будет отличаться от обычной. Поздравляю! Спасибо!